Привет, друзья! Продолжаем проходить Блат. Как ваше настроение? У нас очень боевое, потому что по-другому никак в эту игрушку не поиграешь. Буквально в каждой секунде чувствуется напряжение. В предыдущем уровне мы остановили поезд. Сделать было это весьма сложно. И сейчас мы непонятно где очутились. Сам я этот уровень начала не помню. Возможно в дальнейшем вспомню, но... Сейчас мы просто, видите, с первых же буквально минут отбиваемся от очередных приспешников Чернобога. Так, и как видите, уже буквально в первом же углу запираемся. По-другому никак. Игра весьма напряженная. Вот темный монах. Так, ну вот, первая смерть. Но не без этого. Так, сейчас будем более аккуратно. Да, если раньше первые два уровня там можно было отдышаться с первых минут, то сейчас вот буквально с самого старта смотрите, сколько уже вражеских юнитов. Опять же таки зомби, монахи. В первом эпизоде, как правило, именно они. Возможно, чуть дальше нам встретятся другие юниты, соперники. Здесь, в принципе, они все достаточно такие интересные. Ну, по ходу уже прохождения будем знакомиться с ними. Вот кто не играл. Так. Вау, this promise is to be done. Ну, в общем, тоже на уровне вот поезда что-то такое оригинальное, потому что подобное и сейчас-то сложно найти. Там в середине 90-х это было реально круто. Опять же таки, повторюсь, да, в предыдущей части я хвалил дизайн уровней. И он здесь действительно очень своеобразный. Видно, что авторы вкладывали душу. Ну ладно, не будем отвлекаться. Здесь достаточно мясной опять момент. Смотрите, сколько монахов. Так, непонятно вот с какой стороны они будут. Давайте автомат найдем. Наконец-то мы автомат нашли в предыдущей части. Ну, давайте проверим динамитом. Не знаю. Пускай там. Нет, там никого нет. Ну, я точно знаю, что они остались еще. Вот смотрите, кидает динамит, промахивается. Ну, хотя бы вот они здесь ступят, это уже хорошо. Так, вот с какой стороны он будет? Вот, он бегает внизу. Попадаем, но этого мало. Так, 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 где-то он орет. Опять же таки, высунемся. Ну вот и все. Как я говорил, одна малейшая ошибка, и все. А когда у тебя в запасе 20 здоровья, то в каждую секунду игра может оборваться. Ну, вроде бы справились. Так, туда нам не пройти. Что ж, давайте поближе подойдем к карнавалу. Вот, вот, вот. Смотрите, как встречает уже. Так, ну, скорее всего, юниты просто свалились под воду. Мы туда не будем прыгать. Так, слишком сильно. Так, попадаем. Ну вот, видите, они немножко тупят, соответственно, сваливаются в воду. Ну, в воду мы не будем прыгать, потому что боевка реализована достаточно криво под водой. Она и так-то сложна. То есть, а если мы в воду опустимся, там все несколько так затормажено и топорно реализовано. Пропускаем, к сожалению, удар. Ну, хорошо, что сердечко выпало. Вот, так что вы уж извиняйте, но туда прыгать я не собираюсь. Хардкора и так хватает в игре. Давайте посмотрим физику, кстати. Шарики не попадают. Смотрите, лопаются. Лопаются шарики. То есть, даже в современных, понимаете, вот, игрушек такой вот внимания к деталям иногда нет. А вот здесь именно авторы, видите, сделали так, чтобы даже шарики можно будет лопать. Так, ну там опять, смотрите, динамитом закидывается. Такой чувачок нас встречает на входе, который, тикет, плиз, говорит, билеты, пожалуйста. Ну, очередные приколы, то есть, от авторов. Ну, видите, здесь не до приколов опять. Ну, расслабиться некогда. Заходим, заходим в аттракцион. Как это называется? Парк развлечений, да? Вот, своеобразные такие выставки. Смотрите, они сверху забрались, два темных монаха. Ну, и вот, это ошибка была. Я думал, они там и останутся. Хотел ворваться, но они не остаются. Так, ну, нужно придумать, что с ними делать. Так, это мим там стоит, по-моему, такой своеобразный. Так, работник. Они безобидны, их можно, конечно, убивать. Вроде бы как, из них вываливаются какие-то бонусы. Но делать мы этого не будем. Так, опять, ну, смотрите, два здоровья и... Ну, и вот, очередная смерть. Так, ну, первые, первые такие затупы. Ну, вот, опять. Сейчас, сейчас. Немного соберемся с духом. Ну, опять, видите, как под копирку. Буквально одна ошибка и уже два здоровья. Так, один, конечно, подгорел там. Давайте попробуем. Попадаем, но этого мало. Так. Ну, монахи обезврежены. Даже не знаю, там группа зомби. Надо сохраниться на всякий случай. С двумя здоровьями здесь можно, в принципе, бороться. Так, ну, что они там слева, да, остались, ребята? Динамит. Ну, динамита у нас нету. Будется поджечь немножко. Так, главное, чтобы нам пропустила эта штука. Так, отлично, отлично. Прошли. Так. Выбежал. Зомбарь. Пока не рискуем вилами. Хотя, в принципе, давайте. Так, но он не встает. Идем дальше. Возьмем огнестрел. Все-таки это... Так, более будет спокойно. Так, ну, чувак, ты уже надоел со своим текет-плисом. Вот они. Два зомбаря. Так. Ну. Так, ну, это зря было, конечно. Так, отлично. Сердце. Это всегда хорошо. Так, и здесь масса секретов. Вот этих вот мини-играх. Да, вот этот пантомим-мим. Я не знаю, как его в комментариях можете написать. Как вот это специально людей называют. Которые вот своеобразные такие сценки показывают. Там наверху ботиночки. Да, мы их берем. Бутс оф джампинг. Это такая штука, которая позволяет нам прыгать на большие высоты. Без ущерба для себя. Ну, смотрите, опять монах. Так, расправляемся мы. И вот такой тир, видите, своеобразный. И здесь, по идее, нужно расстреливать по-хорошему. Но мы нарушим правила. Возьмем динамит и... И смотрите, супер здоровье, как нельзя кстать. Это нам поможет. 162 здоровья. Это очень хорошо. Хорошо. Смотрите, там такой заборчик. И туда мы сейчас при помощи сапожек прыгнем. Так, сейчас. Активируем. Прыгаем. Ну, тут очки, к сожалению, они вообще бесполезны. Мы их даже с самого первого уровня не используем. Так, останавливаем сапоги. Смотрим, что тут еще. Так. Попробуем. Вот здесь, опять же таки, ящики. Сюда можно было запрыгнуть. Ладно, с другой стороны запрыгали. Запрыгнули и сапожки взяли. Так, эта дверь почему-то не активизируется. Не хочет нажиматься. Даже главный герой ничего не говорит. А не реки. Так, здесь нужен ключ. Забираемся. Ну вот. Уже нас встречает. Значит, здесь будет жара. Так. Отправляемся с монахом. Берем патроны. И вижу я там дверцу. Вижу дверцу. Еще одни патроны, кстати. Там темный монах. Ну ладно, сейчас мы с ним расправимся. Главное, мы запрыгнули и взяли для шатгана патроны. Это очень важно. Здесь, повторюсь, очень часто так случается, что патронов просто не хватает. Понятное дело, что играет роль и кривизна рук, так скажем. Ну, давненько я не играл в олдскульные шутеры. То есть, опять же таки, они достаточно сложны. Они сложнее, чем современные. Требуют какую-то сноровку. И сейчас я играю с чистого листа. Поэтому, как говорится, просьба понять и простить. Но буду стараться, как могу проходить. Так, я помню, что там темный монах. И попробуем закинуть. Слишком высоковато. Хоть и Калебу понравился этот бросок. Но вот это хорошо уже. Так, смотрим. Так, зайдем сюда. Здесь темный монах. Ну, смотрите сколько. Ну вот, смотрите. Ну, 48 здоровья, да. Вот комнатка с тремя монахами. Было 100 плюс здоровья, а осталось 48. Ну, возьмем, конечно, сердечко. Это немножко ситуацию исправит. Вернемся в эту комнату. Посмотрим, что вообще, ради чего мы сюда заходили. Ну, патрончики хорошо, конечно. И броня. Одна не берется уже. Так, вроде никого нет. Здесь, знаете... А, здесь вот броня. Да, отлично. Здесь, хотел сказать, знаете, приходится так иногда на корточках ползать. Потому что, ну, авторы Блада, они любят, любят, соответственно, подкидывать врагов, своеобразных крыс. Потом еще появятся такие небольшие враги, с которыми нужно быть очень внимательными. Так, ну, смотрите, группа мерзецов. Так, ну, зомби уже не представляют особой опасности. Если мы их видим... Если мы видим их вдалеке, то можно их закидать. О, смотрите. Очередной тир. И, вроде бы, здесь нужно три головы забить, соответственно, в пасть. Возможно, я уже что-то не помню. Но, по-моему, суть такова. Сейчас мы, конечно, попробуем немножко футбол своеобразный тут сыграть. Если будет не получаться, ну, пойдем дальше, потому что зрелище это так себе. Не очень интересное. Ну, вот не хочет никак. Ну, смотрите. Вот как он выплюнул-то, непонятно. Да. Ну, знаете, как говорится, гол приличие все-таки нужно забить. Сейчас мы все-таки забьем голишко и пойдем дальше. Ну, опять не получается. Может, сейчас. И опять не получается. Так, раз. Раз. Ну, и... Ничего не происходит. Да, наверное, нужно три башки запить. Ну, достаточно... Неинтересно этим заниматься. Хоть и, в принципе, забавно на эту механику посмотреть. Вот не хочет голова никак влетать туда. Сейчас это попробуем поближе поставить. Ну, вот он, шанс. Сейчас попробуем. Разбег, удар. Ну, удар на копейку. Ну, закинули туда второй. Ладно, давайте пойдем. Не будем мы терять время на этот футбол. Так, Сомби на нас бежит. Так, ну и третий раз, да? Нет, третий раз не проснулся. С топориком, дружок. Давайте здесь автомат возьмем. Здесь крыс жарят, монахи. Так, ну, видим тебя в тире в очередном. Так, сейчас посмотрим. Динамита нету, да, к сожалению? Сейчас бы он исправил бы ситуацию. Ну, ладно, давайте так попробуем подобраться. Так, один готов. И второй готов. Так, давайте посмотрим здесь патроны. Опять же таки, своеобразный тир. Что-то рвануло. Своеобразный тир. А, ну, там рвануло, потому что человек динамитом нас загидывает. Я уже вижу его. Вот видите, они за каждым углом вообще раскиданы. Так. Давайте не тратить патроны. В коем веке возьмем вилы. Готов. Так, здесь монах. Отлично, мы справляемся. Ну, опять же таки, не будем тратить патроны. Сейчас мы вилами. Калеб говорит, что очень хочет данную штуку. Видите, активизировалось привидение, и оно автоматически активизируется. Это значит, что мы невидимыми становимся, и за это время нужно вот быстро найти каких-нибудь ребят. Вот он. Смотрите, он не может отвечать. И вот еще двое. К сожалению, заканчивается. Он сваливается куда-то. Непонятно. Надо успеть. Успел. Но, оказывается, мы неизвестны зоне. Это не есть хорошо, потому что здесь могут быть просто напичканы. Ну, вот смотрите, видите. Так, к сожалению, задевает нас динамитом. Так, раз, два. Ну, там еще, по-моему, парочка. Нет, один. Ну, не так уж и все плохо в итоге сложилось. Так, шар предсказания. К сожалению, никак не активизируется. Патроны это обязательно нужно взять. Так, надо не забывать разбивать вот такие урны своеобразные. Там бывают всякие бонусы. Так. Здесь мы, собственно, были уже. Так. Ну, да. Здесь еще осталась вот такая штукенция. Нужно тоже разбить, посмотреть, что здесь есть. Ну, непонятно, что-то зазвенело. Вероятно, что-то открылось. Но, если честно, я уже не особо помню, что тут из бонусов бывает. Давайте перепрыгнем вот эту вот стенку. А здесь патроны. И это хорошо. Так. Ну, вроде бы эту секцию мы очистили. Давайте продвигаться все-таки вперед. Фрикс. Да, уроды написано на стене. Давайте попробуем зайти сюда. Играет страшная такая музыка. В стиле, знаете, хорроров 80-х, 90-х. Ну, и вот они. Вот они, зомбари приходят. Можем себе позволить немножко пострелять из двухстволки. Почему бы и нет. Вот это оружие тоже надо расходовать. Ну. Так, и мы в заперти оказывается. Смотрите, нас не выпускает шторка почему-то. Я думаю, можно было назад вернуться. А нет. О, смотрите. Опять мы прибегаем к очередному зомбаку. Вот в таких узких помещениях зомбари, они могут доставить проблем. Особенно в первых уровнях. Помните, на железнодорожной станции там была секция. Такая темная комнатка, в которой взяли ключи. И там буквально их штук 8 было. Сейчас-то, конечно, можно взять. Там оружие и расправиться с ним по-быстрому. Ну, опять же таки. Ну, смотрите, сколько тут напичканных. Да, справляемся, но тратим много патронов. Так. Идем дальше. Так. Вот смотрите, там видите, за решеткой рука такая. Очень серьезный, кстати, соперник. И она... Это не крыса, потому что крыса немало дамага... Демажа вам наносит. А, соответственно, вот эта рука, она будет вас тупо душить. По-моему, взята она с семейки Адамсов. Помните? Там такая была своеобразная рука. Говорящая. Вроде бы авторы оттуда по приколу взяли... В свою игрушку. Эту руку. Так. Ну, проходим дальше, смотрим. Где мы не были. Так. Вот здесь мы не были, в принципе. Дверь открывается... Снаружи. Или... Ну, снаружи, скорее всего, написано. Такое бывает. Скорее всего, мы от нее выйдем. С нее выйдем. В принципе, это механика шутеров тех лет. Так, монаха мы увидели. Первее, чем он у нас. Это хорошо. Так. Очередной монах. Вот. Так. Ну, это опасно может быть. Здесь их очень много. Да. 40 здоровья. Так. Выбиваем тир. Ну, здесь тоже какой-то секрет есть. Если честно, уже тоже не помню. Ну, да ладно. Попробуем без... Без дополнительных... Секретов есть. Пройти этот уровень. Так, что-то там рвануло. Непонятно, что. Видимо, на втором этаже кто-то кинул что-то. Так. Так. Тут мим стоит. Вот. Вот это достаточно интересная зона. Мы пришли. Здесь не очень приятно мигает свет. Ну, смотрите, сколько их. Тоже прикольная зона. Ну, сейчас меня замочили. В принципе, насколько я помню, это такая цирковая зона, своеобразная, темная, с темным юмором, так скажем. Сейчас главное с монахами справиться. И мы сами посмотрим на эту секцию. Так. Ну, там еще их куча стоит. Опять эти трибуны деревянные, да. Ну, смотрите, сколько их. Справляемся. Ну, и, по-моему, еще парочка стоит там на трибунах дальних. Попробую их и поджечь. Смотрите. Есть. 50 здоровья. С этим можно жить. Тем более, мы уничтожили столько врагов. Ну, вот, подбирается. Пропустили мы монаха. Так, ну все. Нет, смотрите. Просто наблюдаем за вот этой вот ареной своеобразной. Сейчас мы и к этой арене подберемся. Ну, видите, Калип, он заметили, да. Бывает, ну, время от времени прикалывается. Говорит какие-то фразы. Иногда поет песни Фрэнк Синатра. Все это действительно круто, на самом деле. И в тему реализовано. Так, ну, вроде бы мы расправились с зомби. И, смотрите. Нет, не расправились. Не дают нам забраться наверх. Сейчас вы увидите, какой тут сюрприз подготовили авторы. Достаточно такой забавный. Так, ну, отлично. Так, наконец... Нет, ну, смотрите. Просто не дают передохнуть ни на секунду. То есть, очередной зомбарь выскакивает. Ну, вот, кстати, затупо у них случается. Я не помню, чтобы раньше... Ну, возможно, и раньше они тупили. Ну, здесь бывает. Так. Оооо! Ну, и вот, смотрите. Придется нам по такому тросу пройти. Если мы свалимся, внизу там какие-то пираньи. И, собственно, будет, конечно, нам не сладко. Та-дам! Та-дам! Да, берем ключ и, как назло, это еще полбеды. Надо обратно вернуться. Так, отлично. Так, отлично. Мы справились. Так, спускаемся на лифте. Да, и вот такая вот зона прикольная, достаточно выполнена. Так, идем дальше. Что ж, уже потихонечку, мне кажется, к концу уровня подходим. Здесь главное понять, в какую дверь мы не заходили. Взяли мы ключ. Отлично. Вот патрончики. Ну, туда дальше, по-моему, нужно пройти, насколько я помню. Так, это сторож, склад. Склад пока что не открывается. Здесь нужен ключ. Ну, что ж, еще достаточно много зон, кстати, не открытых. Не входить табличка. Так, там, по-моему, начало уровня. Здесь закрыто. Но остается только сюда, но перед этим... Так, здесь я вижу, вот, собственно, наверное, небольшой секрет. Так, ребята, это неуязвимость. И это значит, что нам за вот эти короткие сроки нужно как можно лучше воспользоваться этим неуязвимым временем. Отличный ключ. Так. Так, отлично. Идем, 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 идем. И смотрите, сколько их. Так, ну, 10 секунд, к сожалению, остается. Надо ныкаться. По-другому никак. К сожалению, не очень мы успели воспользоваться вот этим временем. Смотрите, сколько их. Ну, вроде бы, неплохо справляемся. Ну, вот только я сказал, и сразу же... Сразу же монахи наказали. Ну, взяли мы ключи, и... Как достаточно часто в таких случаях бывает, просто отреспелось огромное количество армии фанатов и зомби. Так, ну, все, вроде бы справились. Здесь нужно посмотреть, не пропустили ли мы что-то важное. Нет, не пропустили. Возвращаемся назад. Закрыто у нас. Сторидж открылась. И, понятное дело, сейчас мы пойдем именно туда. Я вижу, там зомби стоит. Попробуем сейчас мы его зажечь. Так, отлично. Так, входим в хранилище. Так, крыса. Ну, по-хорошему, с крысами, конечно, лучше, помните, я рассказывал, справляться вилами. Ну, ладно, пока у нас оружие есть, можно себе позволить. Ну, на самом деле... Это авантюрно, потому что в дальнейшем, может быть, сказывается нехватка боеприпасов. Так, идем дальше. Я вижу, там броню. Так. Так, пробираемся. За углом, наверное, стоят кучи мобов. Да, смотрите. Ну, как я уже ожидал. То есть, их слышно. Минус один. И никаких у нас плюшек нету. Вот, опять мы пропускаем. Так, смотрите, это же остатки поезда. Смотрите, как забавно. То есть, после взрыва, после того, как мы остановили поезд, получается... Он разлетелся на куски, и с одного куска мы начали игру. Вот этот фантом, да, поезд. А на второй кусок, вот этот вот вагон, да, мы нашли только уже под конец уровня. И он буквально напичкан здесь врагами. Сверху, кстати, я наблюдаю новую пушку. Ракетницу. Но, чтобы ее взять, нужно ликвидировать. Отлично. Перестрелка двух гениев закончилась тем, что один из двух гениев запулил себя динамитом. Ну, почему бы и нет. Так. Вот это купе, да, своеобразное, которое мы проходили во второй части предыдущей на поезде. Берем мы ракетницу. Смотрите, сколько взрывается отдельная секция. И там монахов, наверное, куча стоит. Сейчас мы это проверим. Три темных монаха. Ну, слушайте, здесь надо только... Да, именно так, только с ракетницей. Ракетница, эта вещь очень крутая. Нужно экономить патроны. Она эффективна в массовых скоплениях в врагах. И главное, конечно же, в ближнем бою не пользоваться, как и с динамитом. Иначе и вам не поздоровится. Ну, в общем, нужно издалека вести бой с этой ракетницей. Так, неугомонный зомби все-таки угомонился. Идем дальше. Еще один зомбарь. Хорошо, что я посмотрел за угол. Они тут раскиданы. Ну и возьмем вилы. Вилы возьмем, добьем. Зачем же тратить оружие? Ну и все, вроде бы. Вот такое своеобразное хранилище. Хорошо, что сюда заскочили. Это, судя по всему, необязательное место для прохождения. Нам, чтобы закончить уровень, нужно в другое место идти. Но, опять же таки, это как... Мы наткнулись на автомат во второй части в поезде, который нам очень помогает. Так и жизненно необходимо было найти эту ракетницу. Так, тут закрыто. Ну, здесь мы были, да? Здесь мы были. Так, и вот она, наверное, последняя. Одна из последних секций в игре. И здесь, слушайте, мы встретимся с новым соперником. Это Гаргулия. Попробуем, попробуем замочить их двустволкой. Смотрите, какое безумие началось. Так, минус один. С ними очень важно не стоять на месте. То есть... Ну вот, когда она летит, тогда очень сложно попасть по цели. Ну, к сожалению, все патроны мы истратили. Так, ну, возможно, и зря, что я с двухстволки начал по ним шмалять. В итоге, видите, у нас осталось только три ракетницы, пять флайеров зажигательных. Так. Ну, попробуем, попробуем пройти дальше. Так, вижу, та птичка выход. Так, это мы возвращаемся назад. Ну что ж, идем к выходу. Вероятно, последняя секция нас ожидает на этом уровне. Но, к сожалению, опять, видите, собственно, я и поплатился за то, что с крысами расправлялся при помощи двустволок. Зомби тоже где-то можно было их динамитом закидывать. И в итоге, видите, окончание уровня опять очень хардкорное получается. Но я еще и стреляю в стенку. Ну, вот и все, собственно, одна ракетница осталась и вилы. Родные вилы. Ну, ничего, попробуем, попробуем все-таки пройти. Все-таки здоровье есть. Так, ну это мы назад вернулись. Так, назад мы вернулись. И теперь воспользуемся... Ну, смотрите, сколько. Воспользуемся ключом, чтобы пройти вот эту последнюю дверь, закрытую. Хорошо, что мы сейчас попали по скоплению монахов. Так, ну, попробуем допрыгнуть до того берега, потому что спускаться вниз крайне неохота. Механика прыжков здесь своеобразная достаточно. Но, вроде бы, вот справляемся. Так, ну, к сожалению, смотрите, там щель. И нужно динамитом пробивать. Так что у нас все равно бы, так как у нас нет ни динамита, ни ракетницы, приходится нырять. Нырять с вилами. А здесь пираньи. Еще один вид достаточно неудобных соперников. Ну, нужно уплывать, да, если их слишком много, нужно уплывать отсюда. Так, ну, совсем хорошо. Знаете что, я вижу табличку выхода, и я, пожалуй, выйду с уровня, потому что, ну, знаете, с одними вилами драться не очень хочется. 134 соперника. Смотрите, сколько было много соперников. Ну, что ж, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось данное прохождение. Через пару дней мы продолжим. Следите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте.